Эта рыбная точка известна, пожалуй, всем уссурийцам. На Пролетарской она базируется много лет. Место проходное, торговля идет на ура. Цены разительно отличаются от магазины. И все бы ничего, но есть одно но. На рыбу, кальмар, креветку нет документов. Откуда продукция неизвестна. Продукция неизвестна какого качества, без документов. Торгуется на улице. Нет никаких лицензий, сертификатов. То есть люди берут эту продукцию, не зная, что они будут кушать и что потом после нее произойдет. Это самый главный, я считаю, момент. Есть и масса второстепенных моментов. Во-первых, торговцы оставляют после себя уйму мусора. Или же убирают, но в контейнеры жилых домов. Выходит, что прибыль получают продавцы, а расплачиваются горожане. К тому же в теплое время года рыбный запах распространяется на всю округу. Да и закон есть закон. Так торговать в Уссурийске нельзя. 289. А тут 2 килограмм нет. Специалисты отдела торговли и налоговой инспекции выписывают протоколы и запрещают сбывать товар на улице. Продавцы охотно подписывают бумаги. Между делом взвешивая камбалу или навагу. Наказание рублем – одна из действенных мер. Но в этой точке срабатывает не всегда. Конечно, у таких торговцев есть альтернатива. То есть, стать индивидуальными предпринимателями и начать торговать так, как положено. То есть, есть у нас положение о порядке размещения нестационарных торговых объектов. То есть, они могут включиться в схему размещения нестационарных торговых объектов, установить какие-то павильоны, киоски и торговать своей продукцией. Но в таком случае придется платить налоги в местный бюджет и иметь сертификаты качества на товар. А это дополнительные расходы. Уж лучше наживаться на сомнительных продуктах, считают многие здесь. Поэтому, пока контролирующие службы пытаются побороть такое самоуправство, каждый житель Уссурийска должен сам подумать о последствиях такой покупки со скидкой.